В пятницу 31 октября в Министерстве культуры и туризма Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в регионе акции «Ночь искусств». Участие в ней приняли представители тех учреждений, которые поддерживают акцию, а также глава ведомства Виталий Попов. Год культуры, год особый, насыщенный кровавым количеством проектов, мероприятий. Мы не забываем о том, что все это время все текущие рабочие дела также не остаются за бортом, и учреждения работают особо в этом году напряженно, но одна из таких ярких кульминаций этого года – это «Ночь искусств». Вообще ночи во всяких проявлениях уже получили горячую поддержку жителей не только нашей области, но и всей страны, и вот такой вечерний формат, он помогает по-особому взглянуть и на музейные экспонаты, и на концертные программы, и все больше в афишах наших театрально-зрелищных учреждений, все больше в рекламах музеев и в проектах библиотечных появляется таких замечательных проектов. Но у нас 3 ноября будет проводиться культурный проект «Ночь искусств», который будет проводиться во всей нашей большой стране. В прошлом году в первую очередь этот проект пропагандировала Москва. Прошел он замечательно. Оркестры и ансамбли, исполнители, вокалисты, инструменталисты пели, танцевали на вокзалах, иногда в тех местах, которые совершенно, кажется, не приспособлены для проведения таких ярких мероприятий. Мы так далеко не пошли в этом году. Мы считаем, что у нас достаточно количества площадок в наших учреждениях культуры. Вы видите, что мы готовы сегодня отчитаться, а точнее предложить вам очень большую афишу. Я вам хочу сказать, что на сайте «Везде культура» даже наметили некие культурные маршруты, потому что разобраться в этом разнообразии предлагаемых проектов совсем непросто. Очень много мастер-классов, интерактивных шоу, очень много интересных и новых форм работы. Здесь и выставки, и литературно-музыкальные композиции, и концерты, и арт-площадки, и арт-мастерские.